Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Кудия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. В эти дни Республика преодолела 12-тысячный рубеж новых случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за последние сутки выявлено 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Как вы знаете, с понедельника оперативный штаб Российской Федерации под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой определил новую методику подсчета выявленных случаев коронавирусной инфекции. В связи с чем Управление Роспотребнадзора по Республике, так же, как и все Управления надзоров санитарного по Российской Федерации, в число новых случаев ставят и число вирусоносителей. Поэтому сегодня в Республике выявлено 176 новых случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе и случаи носительства вируса. В Якутске этих случаев выявлено как в столице Республики Саха, Якутия, 117. Одним из больших районов, на которых я бы хотела обратить внимание по количеству выявленных случаев, это Нюрбинский район, где сегодня у нас зафиксировано 10 случаев. В Амгинском, Мегино-Кангаласском и Верхоянском районах по 5 случаев. Остальные случаи коронавирусной инфекции имеются практически в каждом районе Республики, и относительно них ведется соответствующая работа, как по правилам, определенным методическими рекомендациями Роспотребнадзора и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации по изолированию контактных лиц и, соответственно, по процедуре лечения как в амбулаторном звене, на уровне первичных медицинских организаций, так и до реабилитации, которая у нас осуществляется в наших двух профилакториях на территории Республики. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки зарегистрировано два летальных случая. Безусловно, медицинские работники наших инфекционных стационаров боролись за жизнь этих людей. Однако необходимо обратить внимание, что большинство наших умерших, ушедших от нас, земляков в основном имеют сопутствующие заболевания. За сутки проведено 5707 исследований на новую коронавирусную инфекцию. И хочу обратить внимание на то, что на настоящий момент ПЦР и лаборатории дальше продолжают работать при непосредственно смене практически круглосуточной. Четыре смены работают, три смены работают, и одна смена непосредственно уже осуществляет полный контроль за тем и, соответственно, дезинфекцию помещений. Сегодня в нашей Республике нам необходимо понять на то, что постоянно находиться в таком состоянии ограничений, ограничений в том числе для лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, достаточно сложно. Поэтому наша задача сейчас создать все безопасные санитарные условия. Магазины наши должны быть безопасны, школы, театры, клубы, детские сады непосредственно безопасны для того, чтобы минимизировать именно распространение инфекций. Вирус, соответственно, сегодня существует, и наша задача сделать все для того, чтобы минимизировать риски им заражения. Такова ситуация на сегодня в Республике Саха-Якутия.